Чувашия Чувашские кадеты отправились на учебно-полевые сборы в Пермский кадетский корпус имени Кузьмина. Проводила будущих военных и наша съемочная группа. Анатолий Павел. Андрей Егор. На площадке перед железнодорожным вокзалом Чебоксар утренняя поверка. Время раннее 5.30 утра, но для кадет вполне привычное. Проснуться было не тяжело. Собиралась я быстро. Где-то за минут 15 я собралась. Это новый город, в нем я не была. Это было очень неожиданно. Я скорее хотела поехать. На сборы в Пермь отправляются ученики 8-11 классов. Это почти 200 кадет. Дима Межуев среди них, можно сказать, новобранец. Он приехал из Санкт-Петербурга и в этом году поступил в 10 класс. Мои родители военные и, соответственно, ну даже не соответственно, я захотел быть военным. И я думаю, кадетский корпус мне в этом поможет, настроит меня. Мы будем жить при перско-кадетском корпусе. Будет у нас по 4 пары, то есть по 8 уроков. Ну и военные направления. Конечно, я рад и хочу приобрести новых друзей. Здесь я приобрел новых друзей. Ну и хочу приобрести новые ощущения и новые навыки. Проводить будущих военных пришли родители и родственники. У Александра Яковлева на Урал отправляется младший брат. Я очень счастлив и очень рад, что такая возможность у ребенка выдается съездить в другой город. Я считаю, что если мы отдаем детей в кадетский корпус на патриотическое воспитание, где воспитывается мужественный дух, не стоит переживать о том, что ему там будет тяжело, а это как раз таки будет в нем воспитывать стойкость и мужественность. Такому необычному началу учебного года рада Елена Петрова. Мы сейчас очень рады, да, поступили, один радость у нас поступили в школу и сейчас уезжают в Пермский край. Мы будем без них скучать, без детей, чтобы они хорошо учились, слушались, все было хорошо. Учебная программа планируется насыщенная. В течение двух недель кадеты будут изучать общеобразовательные предметы и заниматься физической подготовкой. Винночка, пиши, как ты берешься, смс, да, мой мальчик? Да, пиши, мой родной. Обязательно. Вместе с учениками в Пермский кадетский корпус едут учителя. А завтра на сборы в Крым отправятся кадеты младших классов, пятых-седьмых. Они будут учиться на базе Симферопольского лагеря «Лучистый». А с 21 сентября занятия начнутся уже в Чувашском кадетском корпусе. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Обсуждения на всех уровнях и по всей территории. От залов заседаний до трудовых коллективов. Высказываются мнения и предложения по предстоящим изменениям в пенсионном законодательстве. В Чувашии наряду с остальными субъектами Российской Федерации власти принимают решение о сохранении региональных льгот еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению. Предложения по смягчению изменений пенсионного законодательства затронут более 60 тысяч жителей республики. Дополнительные расходы бюджетов Пенсионного фонда и Российской Федерации на три года расчетно оцениваются в 11,7 миллиарда рублей. Сейчас правительству предстоит принять законы, которые закрепят права граждан на социальную поддержку. Льготы будут полностью сохранены. Депутаты Госсовета от партии «Единая Россия» уже проанализировали законодательство и подготовили проект, который предусматривает внесение изменений в законы Чувашской Республики о социальной поддержке тружеников тыла военных летоветеранов труда и о ветеранах труда Чувашской Республики. Законопроект в установленном порядке внесен в Государственный совет Чувашской Республики вчера, 3 сентября. Вчера же мною было подписано распоряжение о направлении законопроекта всем субъектам правозаконодательной инициативы для рассмотрения, подготовки отзывов, замечаний и предложений. Сегодня проект закона Чувашской Республики представляется вниманием депутатов профильного комитета и членов Кабинета министров Чувашской Республики. Социальные выплаты сейчас в Чувашии получают более 205 тысяч пенсионеров. Это почти 55% от общего количества людей, вышедших на пенсию в республике. Льготы будут привязаны не к статусу пенсионер, а к определенному возрасту. Лица, достигшие возраста 60 и 55 лет, и пенсионеры имеют право получить налоговую льготу на квартиру, на жилой дом, помещение или сооружение, которые используются физическими лицами исключительно в качестве творческих мастерских, отелье, студии, хозяйственного строения и сооружения, используемые для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, гараж или машинное место. Сохранение федеральных и региональных льгот. Общую сумму министерства наши посчитали, согласовали тоже с пенсионным фондом, с другими федеральными структурами. 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Нам это обойдется. В бюджете мы изыщем тех средств, которые еще не хватает. Дополнительные гарантии предусматривают для людей старших возрастов на рынке труда. В стране вводится официальное понятие «предпенсионный возраст». В эту группу входят те, кому до пенсии по новому законодательству останется 5 лет. Им будут помогать в поиске работы, предложат обучение или переобучение. Ежегодно предпенсионерам будут предоставляться 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы. Проведены более полутора тысяч совещаний с работодателем. Мы проводили разъяснительную работу по вопросам соблюдения запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан во всех муниципальных образованиях и городских округах мы создали 23 консультационных пункта по вопросам трудоустройства граждан предпенсионного возраста. Открыли телефон на горячей линии. Пособия по безработице увеличат с 5 до 11 тысяч. Планируется, что его будут ежемесячно получать около 300 безработных граждан предпенсионного возраста. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. В Чебоксарах продолжает расширяться сеть бизнес-окон. Услуги для предпринимателей с сегодняшнего дня начнут предоставлять и в МФЦ на улице Ленинградской. В многофункциональном центре предпринимателям предлагают порядка 100 услуг. Сюда могут обродиться те, кто желает открыть или же расширить свой бизнес. Будет более обширное консультирование. Наряду с обязательными государственными и муниципальными услугами будут присутствовать услуги коммерческого плана. Не секрет, что предприниматели, когда строят какой-то объект, небольшой там дом, нежилое здание, сталкиваются с проблемой подключения к воде, газу, к электричеству. Это так называемые ресурсы, оснабжающие организации. Услуги их у нас также будут представлены. Сегодня уже заключен договор с водоканалом. В столичных МФЦ работает уже 10 специализированных окон. Предприниматели говорят, что такие сервисы позволяют экономить время. В перспективе специалисты многофункциональных центров начнут предоставлять услуги по экспертизе, юридическому сопровождению и страхованию имущества. Подготовка к отопительному сезону в республике на финишной прямой. Глава Чувашии поставил задачу провести работы качественные в срок. В республике продолжается модернизация системы ЖКХ. Во многих муниципалитетах меняют ветхие сети и возводят современные котельные. Подробности у Дмитрия Ковалева. До наступления холодов в столице региона должна быть проведена масштабная работа. С этого года за погоду в домах будет отвечать муниципальное предприятие Теплосеть. Для обеспечения бесперебойной работы в течение сентября еще планируется завершить выполнение комплексно-регламентных и ремонтных работ по подготовке к эксплуатации объектов теплоснабжения, приобрести товарно-материальные ценности и аварийный запас материалов. Приведено предварительное техническое обследование объектов теплоснабжения для определения степени износа и готовности к отопительному сезону. Выполнена также проверка состояния готовности автотранспортной техники к работе в осенне-зимний период. Госслужбой Чувашской республики по тарифам установлены тарифы на тепловую энергию и ее передачу на четыре котельные и тепловые сети. На подготовку к отопительному сезону отведено две недели. Этапы передачи имущества прописаны в дорожной карте. Сегодня мы по срокам идем по графику, который был принят ранее. Основное, на чем надо сосредоточиться, наверное, это получение паспортов готовности объектов. Подготовка коммунальных объектов к холодам на постоянном контроле у главы республики. Что, заработала котельная? Нет? Когда заработает? С отопительным сезоном. Строительство новых котельных – одна из мер оздоровления сферы ЖКХ города Шумерля. Экономический эффект местные власти уже подсчитали. Экономию мы рассчитываем где-то в пределах 9 миллионов рублей. Если газ 6 рублей, то 180 рублей. 200 рублей можно сэкономить. В этом году в городе планируют ввести сразу три новые котельные. Сколько вышло из этой котельной? 36 миллионов 785 тысяч рублей. 153 выделенного Шумерля. Так точно, да? Чистая котельная. Михаил Игнатьев проинспектировал и как готовятся к отопительному сезону власти Козловки. В последние годы с подачей горячей воды в муниципалитете испытывали проблемы. Многие жилые дома питались от работающей с большим износом котельной. Когда это имущество принадлежало московским предпринимателям, сети ветшали. А их замена владельцев не заботила. От бизнесменов властям муниципалитета достались многомиллионные долги. Вот 40 миллионов, пожалуйста. Они же заработали и вывели эти средства. Население-то платило через управляющие компании, платило. Они все долги отстали, им упа нет, ничего нет. С бизнесменами разбираются в суде, а котельные готовят к наступающей зиме. В этом году имущество перешло в госсобственность. На первом этапе здесь проведут плановый ремонт, а затем изношенные сети заменят. Две котельные – это весь город за исключением двух домов. Два дома, еще топит шестая котельная, то, что и Болинцево районная. То есть эти две котельные – это и есть весь город Козловка. За исключением юрлиц, которые рядом котельные с администрацией. Это милиция, администрация, райсуд и так далее. То есть в его секторе – это вот эти две котельные полностью. Проблема из горячего дома будет решена. Почему? Потому что мы заранее планируем, что в новой котельной будет специально водогрейные котлы стоять. Там, где автономные котельные работают не первый год, снизилось в разы количество аварийных ситуаций. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Андрей Шоклев. Республика. В Чувашию поступила первая партия вакцин от гриппа. В городской клинической больнице номер один уже несколько дней можно сделать прививку. Кто уже воспользовался этим шансом, узнавала наша съемочная группа. Три дня не вакцин после прививки. Всего пару секунд и организм надежно защищен от болезни. Вакцинация – один из самых эффективных методов в профилактике гриппа. Ну, ежегодно я хожу на прививку от гриппа. Потому что, ну, если даже заболеешь, то в слабой форме. Я 10 лет уже делаю прививку. Ну, поэтому зимой никогда не болею. Одним из первых прививку от гриппа делают врачи. Они на своем примере показывают – так можно уберечь себя от болезней. Вакцина называется «Совигрипп». Ее разработали отечественные ученые. Каждый год состав прививки разный. Он зависит от прогнозируемого типа гриппа. Мы всего планируем привить более 45 тысяч прикрепленного населения. А на сегодня мы привили уже более 2000 человек. Очень активно. Все уже понимают необходимость вакцинации, чтобы успеть до начала эпидезона привиться. И чтобы успел выработаться иммунитет. Организм становится защищенным спустя две недели после прививки. Препарат действует около девяти месяцев. Чтобы сделать прививку, нужно пройти медосмотр и получить направление у участкового терапевта. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика. 5 сентября отмечается Международный день благотворительности. Кому и как вы готовы помогать? С этим вопросом мы вышли на улицы города. Опрос показал – чебоксарцы готовы делать добрые дела. При этом достаточно разборчивы, чтобы не попадаться на мошеннические схемы. Завтра Международный день благотворительности. Скажите, пожалуйста, вы кому-нибудь помогаете? Кому готовы? И каким образом? Старикам помогаю. Да. Ну вот в церковь ношу вещи, возможности еще что-то. А кому вы готовы помочь чаще? Детям больным. Вот иногда я вот на вокзале, если это, вот туда бросаю. Там, я думаю, хоть 10 рублей, вот кто-то проходит, там все бросают. А куда мне девать своих? У меня 8 человек. Мне 94 года. Так. 94 года. У меня 4, 3, 4 внуч и правнущие. Так. Пожилым, старым. Так. Инвалидом. Так. А вот в каким образом это? Ну вот когда по телевизору передают, я, правда, мало, два раза только посылала детям. А вот то, что на улице волонтеры собирают, вы доверяете или нет? Это, знаете, вот как-то по совести. Иногда бывает, думаешь, ну вот жалко же ребенка. Ну, дам, даю. Дам, это их дело. Это на их совести им Бог судья. Ну, больше, наверное, детям. А вот каким образом? В соцсетях вы видите объявление или смс-ку по телевизору, когда видите, отправляете? Смс-ку и в, допустим, в детском мире акции у них проходят. Ну, животным, конечно, я ходила как-то в приют, но не здесь, а в Москве. Я просто в Москве жила, сюда приехала. Все понятно. А вот вы верите в какие-то, не знаю, в Инстаграме, да, объявления о том, что нужна помощь или там в соцсетях других? Не всем. Не всем. Друзьям, которые выкладывают вот эту вот точную информацию, о которой там чужие люди, нет. Если человек знаком или там знаешь его более-менее хорошо или вообще где-то видел, то можно, да, откликнуться. А если там, не знаю, пишут, например, со страницы какой-нибудь такой недоверчивый, то нет, наверное, нет. Попробовали малину и жимолость прямо с куста в сентябре. Наши корреспонденты-оператор во время съемок в одном из питомников Батаревского района. Подробности далее. В 2014 году теперь уже экс-директор знаменитого Батаревского питомника рассказал в интервью газете «Советская Чуваша», что в республике надо сажать больше яблоневых садов и упор делать на сорта, которые хорошо хранятся до весны. Тогда из-за эмбарго с прилавков пропали испанские и польские яблоки. Спустя два года Владимир Барышников осуществил задуманное. Так у него появился свой питомник. Справа у нас это школа сеянцев, это подвои яблони, высины и семян. И также есть рядом там подвои груши. На этом участке у нас маленьком участке подвои алычи, тоже и семян, посеянные весной этого года. А с левой стороны, на этой стороне, у нас смородина. Семена я сам заготавливаю. Ялычу тоже заготавливаю, грушу заготавливаю и яблони тоже заготавливаю. С югов я ничего не вожу. То, что это действительно так, наша съемочная группа поняла, когда фермер попросил не выбрасывать косточки съеденных фруктов. Кроме саженцев фруктовых деревьев разных сортов, Владимир планирует серьезно заняться ягодами, которые не боятся засухи. И есть их можно будет с куста до осени. Перед вами это жимолость. Жимолость созревает в начале июня. Вот это особенный зорт. Вот на сегодня, 3 сентября, жимолость плоды до сих пор висят. Жимолость – это очень много микроэлементов. Жимолость заменяет, можно сказать, несколько ягод. И малину, и землянику, и смородину, и чернику. Витаминный кладец. Витаминный кладец. С этого года я начинаю размножать вот это сольщие молости. Саженцев у Владимира Барышникова на несколько десятков садов. То, что они найдут своих хозяев, фермер не сомневается. Ведь продовольственные санкции пока никто отменять не собирается. Во всяком случае, до декабря этого года. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Валерий Резюков. Республика. Таким стал этот вторник, 4 сентября. Я прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова